Множество писателей посвящали свое творчество природе. Одним из авторов, который писал о Флоре и Фауне, является Геннадий Яковлевич Снегирев. Его произведения считаются классикой детской литературы. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с творчеством писателя-натуралиста Геннадия Снегирева. Будущий писатель родился 20 марта 1933 года в Москве. Окончив начальную школу, Геннадий Снегирев поступил в ремесленное училище. Однако оно отнимало много времени и учебу пришлось бросить, чтобы зарабатывать на жизнь. В возрасте 13 лет Снегирев устраивается на работу в Московский университет в качестве ассистента ученого Владимира Лебедева на кафедру их теологии. Лебедев и Геннадий Снегирев изучали рыбьи кости и чешую, проводили раскопки. В 17 лет Геннадий Снегирев отправился в экспедицию по изучению рыб Берингово и Охотского морей. После возвращения он заинтересовался бобрами и в течение года изучал этих животных. Результатом стали рассказы Геннадия Снегирева о бобрах. В 1954 году была опубликована первая книга под названием «Обитаемый остров». Затем последовали другие произведения, рассказы о природе, повести, очерки. Писатель продолжал свои экспедиции. Вместе с Лебедевым они совершили рейс по реке Лена в целях изучения экологических изменений в тайге. После этого было еще множество различных путешествий на Алтай, Камчатку, Бурятию и в другие уголки России. Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, Снегирев не стал ученым. В качестве дела всей своей жизни он выбрал литературу. «Обитаемый остров». В первую книгу сборник рассказов о природе вошли четыре коротких произведения. Все они объединены одной тематикой и повествуют о животном мире Тихого океана. Снегирев написал их на основе своих личных наблюдений во время одной из экспедиций. Один из рассказов писателя Геннадия Снегирева, включенный в этот сборник, называется «Лампонидус». Лампонидус – это маленького размера рыбка, называемая иногда рыбой-лампочкой из-за того, что по всему ее телу размещены небольшие огоньки с синеватым свечением. Еще один рассказ повествует о встрече автора с кочуркой – небольшой морской птицей, которую иногда называют штормовой ласточкой из-за своеобразной манеры полета. В рассказе «Обитаемый остров», по которому книга и получила свое название, говорится о высадке на небольшой остров, на котором из живых существ обнаруживается только птица Кайра – «Маленькое чудовище». Этот сборник был впервые опубликован в 1975 году. В него вошли 11 рассказов. «Бобренок» был написан Геннадием Снегиревым во время изучения бобров, их жизни и поведения. Как следует из названия, главный герой рассказа – это маленький бобренок, который из-за поднявшейся весной воды в реке далеко уплыл от своего жилища и потерялся. Рассказ «Хитрый бурундук» начинается с того, что герой, вероятно, охотник, обнаруживает, что кто-то оставляет в его жилище кедровые орехи. Это был бурундук, который перетащил сюда все свои запасы, чтобы их не украли сойки и другие животные. «Маленькое чудовище» – еще одно произведение, написанное после экспедиции по изучению Берингового моря. За бортом корабля обнаруживается что-то, что автор сначала называет чудовищем, а позже оказывается детенышем кашалота, принявшим судно за другого кита. «Олени в горах» Иллюстрации к этому сборнику были созданы художником Майем Митуричем. Вместе Митурич и Снегирев составляют идеальный творческий тандем. Рассказы и рисунки дополняют друг друга, делая более живыми и точными. Книга более объемная по сравнению с предыдущими сборниками. Она включает пять десятков рассказов. Вошли не только новые произведения, но и уже знакомые читателям «Лампанидус», «Хитрый бурундук», «Бобренок» и другие. Снегирев создавал не только рассказы. Его авторству также принадлежат две повести – про оленей и про пингвинов. Одна из них была включена в этот сборник. Повесть про оленей Снегирев написал во время своей экспедиции на Чукотку. Она состоит из десяти частей и повествует о путешествии писателя по тайге в компанию оленевода Чоду. Рассказ Геннадия Снегирева «Песцовая земля» более объемный по сравнению с большей частью произведений писателя. Поэтому он был опубликован в виде отдельной книги, а не только в составе сборников. Главным героем является мальчик по имени Сережа, живущий во Владивостоке. Однажды он попадает на остров, где живут песцы, полярные лисицы. Там Сережа знакомится с девочкой Наташей и волею обстоятельств им приходится некоторое время жить на острове одним. Спустя какое-то время, вернувшись домой, Сережа не забывает о Песцовой земле и надеется когда-нибудь попасть туда снова. Еще одна повесть Геннадия Снегирева про пингвинов, впервые опубликованная в 1980 году издательством «Детская литература». Как можно догадаться из названия, главные герои и пингвины, живущие около Антарктиды на маленьком островке со стороны Африки. Повесть содержит восемь частей, каждая из которых рассказывает об определенном эпизоде из жизни этих птиц. Как и многие свои произведения, писатель создал эту повесть на основе своих наблюдений во время путешествия, поэтому Снегиреву удалось точно и реалистично описать поведение пингвина во всевозможных ситуациях. Сборник охотничьей истории – это цикл рассказов о мальчике, чье имя не названо, и его дедушке-охотнике. Они живут в небольшой избе рядом с ручьем. У дедушки есть охотничья собака по кличке Чимбулак. Цикл включает в себя четыре рассказа. Повествование идет от лица мальчика, который рассказывает о различных эпизодах из своей повседневной жизни, о том, как он с дедушкой Чимбулаком ходит на охоту, и о животных, которые им встречаются. Например, в рассказе «Меховые лыжи» главным героем является лось, которого мальчик встречает зимой на поляне во время прогулки на дедушкиных меховых лыжах. Книги Геннадия Снегирева издавались миллионными тиражами не только в СССР и России, а по всему миру. Ведь всем людям хочется знать о своих соседях, далеких и близких. И Геннадий Яковлевич щедро делился своими удивительными знаниями об обитателях огромного архипелага под названием «Земля». По существу многие рассказы Снегирева ближе к поэзии, чем к прозе. К поэзии чистой, лаконичной и заражающей читателя любовью к родной стране и природе. Так сказал писатель Константин Паустовский о творчестве детского прозаика, натуралиста Геннадия Снегирева. Продолжение следует...